Запись в облако. И мы с вами продолжаем изучение книги Шофтим, как всегда, с молитвой в сердце. Мы с вами в тех листах Талмуда, которые изучали на этой неделе, видели, что наши мудрецы молились перед тем, как они заходили в Петь Медраж, просили Всевышнего, чтобы не было ошибки у них и чтобы они не ввели в ошибку других. Приводится молитва Раби Нихуньо Бен Акане перед тем, как он входит в Петь Медраж. И отсюда мы с вами можем легко выучить, что и нам тоже следует обратиться ко Всевышнему, чтобы нам был успех в этом сложном деле, как изучение пророков. Мы с вами подошли к книге Шофтим к 13 главе, которая рассказывает нам о Шемшоне. Давайте мы посмотрим несколько иллюстраций, скажем, к нашему уроку. И с этого мы постараемся начать. Мы можем, прежде всего, может быть, мы откроем с вами текст. Может быть, мы с вами, прежде всего, откроем текст и посмотрим, как начинается 13 глава. И опять стали сыновья Израиля делать злое перед отчами Всевышнего. И предал их Бог в руки филистимлян на 40 лет. Мы представляем себе, что каждый раз... Равзеев, текст не открылся, похоже. Не открылся текст? Да, да, будьте добры. Сейчас мы сделаем еще раз демонстрации экрана совместного использования. Вот так видно? Да, видно. Так. И опять стали сыновья Израиля делать злое перед отчами Бога. И предал их Бог в руки филистимлян на 40 лет. Мы понимаем, что делать дурное перед отчами Бога – это разные моменты, в разную эпоху имеется нечто иное. Понятно, что, скажем, деятельность судей против прошлых поколений, она не прошла даром. И после двора, как мы с вами говорили, ситуация в стране в смысле идолопоклонства, она принципиально изменилась. Уже поклонение идолам стало, скажем, меньшим. Оно вернулось к какой-то степени. И было поклонение Богам даже окружающих народов. Это в период Гедеона. Но с победами Гедеона эта проблема вновь ушла. Мы с вами можем увидеть некоторую здесь динамику. Во-первых, нам нужно представить себе, кто такие Плештин, в руки которых Всевышний отдал сыновей Израиля на 40 лет. Они все время теснят сыновей Израиля. И теснили в то время, когда Евтах вел войны на Востоке, вел войны с Омоном. Филистимляне уже теснили сыновей Израиля. В книге Берешит мы видим, что Абраам сталкивается с филистимлянами. А в Шовке мы видели, что Шамгар воюет с филистимлянами. Мы представляем себе, что постоянно идет переселение, волна переселения из островов Игейского моря на побережье Средиземного моря, на те области, которые граничат сыновьями Израиля. С филистимлянами сталкивается и колено Иуды в период завоевания Яшуа. Мы представляем себе, что филистимляне побеждены коленом Иуды. Однако удержать победы, захватить, скажем, города – это одно, а удержать эти территории в своей власти – это другое. И Иуда очень быстро утрачивает власть над филистимлянами. В результате, в то время, о котором мы говорим, о конце эпохи судей, о Шамшоне, о котором мы будем говорить, это последний судья, мы с вами представляем, что в филистимляне не только освобождаются от сыновей Израиля, но уже давно теснят их с запада, постепенно проникают на их территории и захватывают их, и уже почти хозяйничают в колене Иуды. А в колене Дана происходит вот что. То, что мы с вами будем читать в последующих главах, как бы самые тяжелые и неприятные события. Пророк Шмуэль, который составлял книгу Шовтим, он вынес в конец. Но, скажем, события у нас разворачиваются, наши события будут разворачиваться в пределах колена Дана. Здесь колена Дана обозначена как наделка, соседствующая с Ифраимом, соседствующая с Иудой. А вот эта область, эта филистимляне, она должна была бы быть областью, частью колена Иуды. Сила филистимлян, постепенное переселение их с островов Игейского моря, оно приводит к тому, что колено Дана к тому моменту, о котором мы говорим, оно в значительной части оставило свой надел и переселилось, перебралось на самый север к колену Ашера, в те области, которые колено Ашера не захватило. И колено Дана в значительном своем, так сказать, количестве живет в этот момент на севере. Филистимляне полностью хозяйничают в его колене и проникли в значительную часть колена Иуды, ведут торговлю и устанавливают свои порядки. Нужно представить себе, что филистимляне были очень высокоразвитым народом, которые, в общем-то, первыми научились изготавлять железо. Рамсес III, который правит незадолго до этого времени в Египте, он ведет войны с филистимлянами и гордится с Плештим, как мы говорим, и гордится своими победами над ними. Настолько это сильный народ. Он их, в конце концов, покоряет, они начинают служить ему. Но, скажем, есть известные фрески, которые показывают сражение фараона Рамсеса III с филистимлянами. У меня не получается увеличение. Сейчас я посмотрю, что у меня здесь есть еще. Здесь не очень четко получилось, но можно получить в общее представление о сражении на земле Рамсеса III с филистимлянами, филистимлянами, которые и вооружены прекрасно, и являются сильными воинами, и используют такие боевые повозки с быками, с крепкими колесами. Это мы видели с вами как бы фрагмент сражения на земле, а есть фрагмент сражения на море. Если мне даст сейчас увеличение, не дает увеличение, но можно представить общее впечатление, представить себе, что есть здесь корабли египтян и филистимлян, которые встречаются в бою, Рамсес III одерживает победу. А филистимляне, они воюют и с хетами, и фактически являются основным фактором, который разрушает хетское царство, островляет его, потом разрушает его хет, и я напомню, они находятся на севере, как бы Израиль, земля Канаан, она между Египтом и хетским царством. И вот этот сильный враг, который мог бы захватить все колено Иуды и полностью поставить его на колени, то, что он постепенно начинает делать, он все-таки не совершил этого, потому что мы знаем, что Шамгар один в одиночку победил 600 филистимлян. То есть Всевышний делает для сыновей Израиля чудеса, которые открыты глазам народов мира, они очень хорошо видят эти чудеса, и они несколько, по крайней мере, несколько опасаются совершить прямое непосредственное вторжение в землю Канаан или в землю Израиля. Но при этом они захватывают часть земель, продвигаются постепенно, как бы разъезжают спокойно по дорогам. У филистимлян очень и развитая экономика, потому что через них проводит дорога, которая называется дорога филистимлян вдоль берега моря, торговая дорога, они ведут и торговлю на кораблях, то есть сыновья Израиля имеют противника, развитого во всех отношениях и вооружения, и экономически, на своем побережье, и колено данное не выдерживает давления, уходит на север. Мы с вами будем, вот события, которые связаны с Шемшоном, происходят, как мы с вами сейчас увидим в следующих предложениях, между городами Иштеоль и Цара. Они начинаются там, между Иштеоль и Цара. Остатки колена Дана, те, кто не ушел, те, кто остались. И здесь соседи, Цара, это прежде всего Тимна, темната, Тимна, и Икрон, Гаташ, Доташ, Келон, Аза, это филистинские города, от которых страдает население колена Дана. Вот еще можем посмотреть с вами еще одну карту, которая может быть нам поможет представить. Я думаю, что она нам уже все-таки, скажем, то, что мы видели, нам достаточно. Теперь, вот, и можем владение колена Дана, это низменность, это поля, красивые земли, это районы Иштеоля сегодня, вот, слава Богу, территория Израиля, тоже называется приморская низменность. плодородные земли, вот, и, скажем, вернемся с вами после этого экскурса, небольшого, в историю, вернемся, вернемся к тексту. Что еще, вернемся к тексту. То, что, то, что самое главное, стали сыновья Израиля делать дурной передачами Бога, на данный момент это не столько поклонение, не столько поклонение идолам, как топтание на месте. Прошло 300 лет немного больше с момента, когда началось завоевание земли, и сыновья Израиля ничего не сделали, они остались с разрозненными коленами, и несколько возможностей объединиться, такие, как, скажем, победа над Медьян в эпоху Гедеона, когда во время Гедеона, когда Гедеон проявляет себя как сильный руководитель, возможность объединить колено, она упущена, сыновья Израиля остаются отдельными коленами, совершенно разрозненными. Мы можем представить себе как бы в то время, как колено Дана находится под таким сильнейшим давлением, сильнейшим давлением, коленем филистимлян, практически находится в их зависимости. Можем представить себе колено Иуды. Колено Иуды, то, что мы с вами знаем из книги Рут, это время Шимшона. Вот, когда мы сейчас будем говорить о борьбе Шимшона с филистимлянами за попытка поднять то же самое колено Иуду, Иуды за борьбу за независимость, в это же самое время в Иуде развивается, вот, в Иуде нам книга Рут рисует такую картину, как бы, сказали, пасторальную. Вот, был голод, вот, голод закончился, вот, люди выходят в поле, работают, собирают, собирают урожай, про Боаза говорят, что это один из судей, который в книге Судей назван Ифцан, про него мы знаем, что он старался объединить колено, но как, у него было много сыновей, и он посылал их в разные концы, скажем, колена. Говорят, что в Талмуде говорится, что тот же Ифцан, тот же самый Боаз, которому мы не знаем с этой стороны, что он каждый раз, когда всякий раз он брал жену своим сыновьям и с другого колена устраивал пир, приглашал всех важных людей, и не только важных людей, на этот пир, таким образом он хотел объединить все колена. Мы видим это несколько раз в книге судей, но это, как бы, можно сказать, забегая вперед, не работает, совершенно не работает. Работает только борьба за независимость, обращение ко всем коленам, чтобы каждый из них принял участие в борьбе за свою территорию. Это то, что работает. И вот такой вот образ Буаза, который, скажем, вырисовывается из Талмуга, что Буаз, жена Моноха, мать Шимшона, о которой мы будем говорить, она была из колена Иуды. Но Буаз никогда, или Цан никогда не приглашал Моноха на те многочисленные пиры, которые он устраивал для своих сыновей. Якобы потому, что он думал, что Моноху будет неудобно, он человек небогатый. Возможно, если Талмуд говорит так, что Буаз не приглашал Моноха, он явно был в курсе его состояния, скажем, его экономического, так сказать, состояния. Скорее всего, жена Моноха была не просто из Иуды, а была либо дочерью, либо ближайшей родственницей самого Буаза. Но он не приглашал Моноха. За этим мы чувствуем, что всегда можно назвать причину внешнюю, можно понять внутреннюю причину. колено Иуды, оно, в общем-то, отделилось от колена Дана, махнуло на него рукой и как бы не поддерживало с ним никаких связей. Уже во время, как мы представляем себе, уже во время Буаза, Ивцана, Шемшон, он уже известен своими подвигами. И другая причина, которая, то, что Буаз не приглашает никогда Моноха, понятно, что это как бы линия борьбы с пилистимлянами, она совершенно неприемлема для Буаза. И вот мы видим как бы такой гряда гор, скажем, с одной стороны низменность, с другой стороны Бейтлехем. В низменности там Дан борется за свое существование. В Бейтлехеме такая идиллия, когда и проблем другого колена никто не видит и не знаем даже такие выдающиеся люди это Буаз, который в общем-то мог опять же объединить все колена, но только не путем дипломатическим свадеб и так далее, а путем объединения их на борьбу во имя земли, за освящение имени Всевышнего. И Всевышний четко указывает на тот недостаток, который есть у всего народа, то, что делали дурное в глазах Бога. И мы видим, что не говорится, что поклонялись идолам, идолам местных кананских племен, и тем идолам, которые за пределами земли, Кана, об этом нету, речи, речь совсем о другом. Речь о том, что утрачено национальное сознание стремления к свободе. Если мы это видели, если это проявилось у Гедеона, и мы видим, что еще оставались многочисленные люди, у которых был протест такой естественный, живой протест в душе против чужой власти, прежде всего, даже не против, может быть, идолупоклонства, а против чужой власти, что народ должен быть свободен. Теперь мы этого не видим. То, что филистинлян хозяйничают иуде, устанавливают свой порядок, и возможно, что и в других коленах наверняка в колене Шимоновка, удел которого как бы вкрапление в иуду. Все это воспринимается как должное. Ну, ладно, ну, пусть. Идеал, что каждый сидит под своим оливковым деревом, под своим виноградником и под своим инжиром, все это самое главное, это спокойствие, это мир, а то, что постепенно захватывается власть, и она переходит к другому народу, это не представляет никакой проблемы. Это та проблема, которая здесь видится, и мы уже себе, вот, и я еще раз прошу обратить внимание на картину, которая рисуется в книге Рут, в то время, когда, которое происходит параллельно с событиями, когда живет Шемшон, параллельно с борьбой Шемшона, и то, что Гемара аккуратно говорит о том, что Бог никогда не приглашал Манонхмут, я это прошу обратить на это внимание, тогда мы представим себе то, что Всевышний делает, как бы, если так можно сказать, Всевышний всегда указывает на проблему и дает путь ее исправления, если, скажем, да, и здесь путь ее исправления Всевышний посылает человека, на котором лежит Божественный Дух, Божественный Дух может лечь на человека по-разному, есть, когда Божественный Дух выражается как пророчество, есть, Божественный Дух выражается как особые способности человека, здесь Божественный Дух проявляется как невероятная сила человека, но нужно сказать, заранее сбегая вперед, эта сила, она совершенно неотделима от святости и шимшон, о котором мы будем говорить, и которого нередко, к сожалению, воспринимают как то, что наибрид империон, человек сильной, чрезвычайной силы, человек, который не обуздан, поскольку у него есть такая сила, он чувствует свою силу, и не видно, чтобы он был человеком грамотным, ну, так, где-то на грани хулигана, у которого есть национальное какое-то сознание, вот так воспринимается шимшон, это совершенно неверно, это невозможно, есть множество, скажем, индикаций в тексте, и в конце концов, у нас есть традиция, которая передается из поколения в поколение, без нее невозможно читать ничего, без нее невозможно Тору прочитать, без нее и пророков невозможно прочитать, по нашей традиции, шимшон, человек великой праведности, великой чистоты, и великих знаний Торы, как бы Божественный Дух вместе, как бы ему дает все способности, и он выходит в одиночку на борьбу для того, чтобы пробудить, может быть, прежде всего, колено Иуды на борьбу с филистимлянами, и в этом как бы план Всевышнего послать такого человека, который один может выйти на войну, для того, чтобы и одерживать победы, для того, чтобы к нему присоединились другие, и человек это не просто такого, какого-то разнузданного характера, это великий мудрец Торы, о Шемшоне говорят, что он был главой Сан-Ядрина в свое время, трудно представить себе, как это реально он мог быть главой Сан-Ядрина, но тем не менее можно представить себе, что он пользовался большим уважением среди мудрецов Сан-Ядрина 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 Торы. В этом плане очень досадный момент, я бы сказал, досадный очень момент, это книга здесь на иврите, она была изначально написана на русском языке, это Зеев Живатинский Шемшон, книга Шемшон, Живатинский хотел написать эту книгу как некоторый такой учебник для молодежи, пример для подражания, книга получилась совершенно ужасной, просто в ней исключен Всевышний, не исключена вся история еврейского народа, исход из Египта, евреи представлены как отдельные племена и идолопоклонческие, в которых развито идолопоклонство просто как бы уже совершенно до предела, также и мать Шемшона, которой мы знаем, что она была великой праведницей, она представлена как идолопоклонницей, которая поклоняется всем богам, но вот есть вот такое стремление к свободе у этих идолопоклонников непонятно откуда взявшихся, вроде бы как бы сформировавшихся в той же земле Канаан, Шемшон представляется таким человеком, который готов бороться за независимость, естественно, ничего общего с идеей Всевышнего он не имеет, в результате получилось просто ужасное произведение, и я думаю, что надо смотреть правде в глаза, некоторые говорят Шубатинский, великий человек и так далее, я совершенно не отрицаю, великий человек, но мне кажется, что нужно видеть правду и нужно видеть ту, скажем, бомбу замедленного действия, которая представляет любой человек, который готов бороться за свободу, за национальную независимость, но отрицает нашу историю, отрицает наши книги, нашу традицию, вот у него есть просто такие национальные устремления, очень хорошо, замечательно, прекрасно, можно можно восхищаться его героизмом, можно восхищаться его талантами и политическим гением, но при этом нужно знать, что скажем, да, без представить такую книгу, как воспитание молодежи, то есть, что такие люди не могут воспитать не могут воспитать следующее поколение, не могут дать ему никаких основ моральных, нравственных и в конечном итоге не могут вести вести борьбу за землю Израиля, потому что эта борьба невозможна, если мы не только невозможна, она, может быть, превращается в неправильную, если мы не понимаем, что эту землю дал нам Всевышний и не понимаем, зачем он дал нам ее. Это такой экскурс вот в, скажем, так сказать, литературу, которая существует существует скажем, о в основе которой лежит этот героический образ, который из книги Шухтин, и это, мне кажется, очень-очень важно принимать во внимание. Теперь возвращаясь к тексту, опять же, обратили внимание, что ни о каком поклонении божествам речи не идет, и мы действительно не видим ни ум манаху, у которого жена очень мудрая женщина в плане Торы из Иуды, ни где-то вокруг, мы не видим никакого влияния идолопоклонства, мы не видим, чтобы в колене Дана поклонялись идолом блестим, чтобы это была проблема. И когда мы себя спрашиваем, в чем проблема, то мы как бы из дальнейшего повествования и из, так сказать, попытки Всевышнего решить проблему, мы понимаем, в чем была проблема. Это полное отсутствие как бы национального сознания, понимания то, что перед народом стоят определенные задачи, что попав под чужую власть, он не сможет выполнить эти задачи. Единственное, что интересует, это частный такой уровень, на котором всегда главная ценность это покой, пребывание в покое, спокойствие. И вот дальше мы с вами читаем. И был один человек из Соры из семейства Данова, и семейства Дана по имени Мановых. Моментально мы с вами можем сказать Мановых. Казалось бы, имя случайное, можем и не обратить внимания, но на самом деле оно отражает эпоху и устремление людей той эпохи. Не случайно родители назвали своего сына Мановых, потому что Мановых это покой от слова Менуха. Это та основная ценность, то основное, что люди ищут в жизни. Покой, благополучие. А жена его была бесплодна и не рожала. И явился ангел Бога жене и сказал ей «Вот ты бесплодна и не рожаешь, но зачнешь и родишь сына». Мы понимаем, почему ангел разговаривает с женой, а не самим монохом. Мы понимаем, что она женщина грамотная, образованная, мудрая. А для того, чтобы получить пророчество, нужна мудрость для того, чтобы его правильно воспринять, для того, чтобы, не дай Бог, появление ангела не превратилось в появление идола, ведь все зависит от человека, как он воспринимает. И если он понимает, что перед ним лишь видение, которое является своеобразным таким языком, на котором Всевышний разговаривает с человеком, то прекрасно. Если он думает, что перед ним какая-то реальная сила, имеющая какое-то материальное воплощение, то пропало дело. Это его разговор с ангелом превращается в идолбоклонство. Так что нужна мудрость, нужна грамотность для того, чтобы получить пророчество, и пророчество дается прежде всего жене Моноха, которую зовут Цельфамид, как мы знаем по традиции, будущая мать Шамшона, ей появляется ангел. А теперь берегись, я бы сказал лучше, остерегайся, а что значит берегись, остерегайся, не пей вина и Шихара, то есть Шихара это опьяненные напитки, опьяняющие напитки крепкие, и не ешь ничего нечистого. И вот ты зачнешь, родится сын, родишь сына, и бритва не коснется головы его, потому что Назиром Бога, Назиром Всесильного будет этот ребенок от самого чрева, и он начнет спасать Израиль от руки филистимлян. Если начать с конца предсказания, то да, Шимшон начал спасать Израиль от руки филистимлян. Полное освобождение от филистимлян произошло уже в период царствования царя Давида, когда он полностью покорил филистимлян. Но при Шимшоне, пересемляне его боялись, и боялись не только при его жизни, 20 лет после его смерти, они боялись переступать границы колен Израиля. Так что спасать Израиль от руки филистим вполне реальное утверждение здесь. Теперь что же здесь происходит? Происходит очень неинтересный и необычный момент. Для того, чтобы его понять, нужно представить себе закон Назира. Назир человек отделившийся, отстранившийся, человек, который стремится к святости. В Торе есть закон Назира в книге Бамиквар дается закон Назира. Тут идея Торы примерно такова. Есть человек, который стремится к святости. Он хочет несколько отделиться от материального мира. В принципе, как мы знаем, тоже это не поощряет. Человек должен жить в материальном мире и занимаясь обычной работой, обычной жизнью, стремиться к святости. Воздушить то, что у него есть, а не устраниться от того, что у него есть. Но, тем не менее, Тора дает такую возможность, учитывая желание, скажем, устремление человека. И она говорит ему примерно так. Ты нам трудно сегодня себе представить, честность. Но ритуальная чистота была некоторым реальным таким, ощутимым, или, по крайней мере, иногда ощутимым состоянием человека. И были люди, которые стремились к ритуальной чистоте. Кстати говоря, таких людей было очень много, и даже в период второго храма еще были люди, которые не были кавенами, но не даже будничную пищу старались есть в ритуальной чистоте и остерегаться того, чтобы стать нечистыми, получить ритуальную нечистоту. Ритуальная нечистота, как мы можем представить себе, возникает из-за того, что человек прикасается к тем или иным предметам, которые являются источником ритуальной нечистоты. Это не является преступлением, но в состоянии ритуальной нечистоты человек не может зайти в храм, ему прежде всего нужно пройти процедуру очищения. Есть несколько источников ритуальной нечистоты, например, самое сильное из них это мертвое тело, и прикоснувшись к мертвому, но он также является источником ритуальной нечистоты, он передает эту ритуальную нечистоту тому, кому он прикоснулся, железный предмет, который прикоснулся к мертвому, он также становится источником ритуальной нечистоты. Есть ритуальная нечистота, связанная с источником ритуальной нечистоты, не такой сильный, как мертвое тело. Это трупы восьми видов животных, которые перечитаются в главе Шмини в книге «Во экран» на восемь видов животных. Там, скажем, ячерица, крыса, ну, скажем, еж, условно говоря, может быть, это дикобраз, черепаха. Трупы таких животных передают ритуальную нечистоту. Я подчеркиваю, что трупы, да, и в наше время, когда мы не обращаем внимания на ритуальную нечистоту, потому что нет у храма, нет никаких проблем с этими животными совершенно, да и вообще просто речь идет о трупах, а не о живых животных. Прикосновение к ним передает ритуальную нечистоту. Ритуальная нечистота снимается, когда человек погружается в воды миквы. Прошу учесть, что у нас не урок в бакалахе, поэтому некоторые моменты, о которых мы говорим, надо было бы уточнять. Не то, что они являются неправильными, но они требуют уточнения. Вот, скажем, ритуальная нечистота, скажем, источником ритуальной нечистоты является женщина там в определенные периоды времени. И все ритуальные нечистоты снимаются погружением воды в воды миквы. И погружение воды в миквы, скажем, миквы и называется любой, скажем, водоем, который не представляет собой сосуд, то есть не является ванной какой-то, которую поставили, а водоем, который, так скажем, яма, которая высечена там в скале, скажем, да, и туда набралась дождевая вода, вот так у нас ее человек снимает ритуальную нечистоту. И также источник, который бьет из земли, он также является водой, которая может снять ритуальную нечистоту. Вот, скажем, здесь, и когда человек хочет принять, когда человек хочет устраниться, скажем, приблизиться к святости, да, хочет быть как бы святее, чем Каген, который служит в храме, да, то ему дается такая возможность, который, говорят, ты можешь быть, то, что называется назир, человек устраненный, несколько назир, это устранить, да, так вот, человек несколько устраненный, ты можешь быть, в чем твоя, как бы, устраненность с точки зрения закона, в чем твоя возможность, чтобы устраниться от материи, приблизиться к святости, ты должен избегать ритуальной нечистоты, которая распространяет мертвое тело, да, человек принимает на себя обед, он может принять обед на месяц, на два, на год, на семь лет, что он не будет прикасаться к мертвому телу, или к тому, кто прикоснулся к мертвому телу, каждый раз, когда у него не получается, он наступается, ему нужно начинать заново, да, один из, скажем, моментов обеда назирута, который дает Тора, это то, что человек не стрижет свои волосы все то время, пока он соблюдает свой обед, да, опять же, как я говорю, что нужно уточнять, но, в принципе, приблизительно, скажем, можно сказать, что семь лет человек, если он дал обед, то он не стрижет, не стрижет волосы без уточнения, чтобы нам не попасть в обсуждение законов подробнее, да, вот, но, если он оступился и он получил ритуальную нечистоту, он сбривает свои волосы, приносит жертву и начинает отчет того времени, которое он обещал пребывать в ритуальной чистоте, начинает отчет заново, да, это обычный, это обычный закон, здесь мы сталкиваемся с чем-то похожим, но не совсем с тем же самым, а, скажем, к тому, где есть такое понятие, назирут шимшон, назир как шимшон, назир как шимшон, был один шимшон, просто для того, чтобы выделить вот этот момент, тот, тот обед, который был наложен фактически на мать шимшона и на самого шимшона, вы видите, этот обед ввели такой термин, назир как шимшон, да, здесь некоторые исключения, да, он, назир не должен пить вина, должен устраняться от вина, причина такая, что, скажем, вино приводит к забывчивости, вино приводит к тому, что человек как бы не контролирует себя, а назир должен постоянно забыться о том, чтобы сохранять ритуальную чистоту и не прикоснуться ни к чему или никому, что прикасалось к мертвому телу, да, поэтому ему запрещается пить вино, и все, что связано с вином, как бы, как ограда, он должен устраниться, и об этом говорит Тора, вот, а здесь у нас некоторый другой момент, здесь дается назирут как бы похоже, да, но не то же самое, да, вот, ребенку запрещается стричь, будущему ребенку, который родится, запрещается стричь волосы, и мать это все ему должна рассказать, на нее налогается большая ответственность, ему запрещается так же, как назиру, пить вино и пить объединяющие напитки, однако, как мы понимаем, у него нету запрета, нету обязанности хранить ритуальную чистоту, и у него нету обязанности, нету обязанности не прикасаться к мертвому телу, да, возможно, что ему придется выходить на войну, ребенку, как мы можем представить в этой точке, да, и у него нету запрета сражаться, держать оружие в руках и получать ритуальную нечистоту, поэтому этого запрета у него нету, да, я сейчас хочу остановиться и дать вам возможность что-то спросить, да, вот, и, да, пожалуйста, вот я остановил, и я вижу вас всех, и если кто-то хочет что-то спросить, то можно спросить. Нельзя прикасаться не только к человеческому, прежде всего, конечно, телу, но и к животному телу, мертвому, очевидно. Для назира нету такого запрета. Есть мертвое тело животное, оно также при определенных условиях, при определенных условиях, не даваясь подробностей, мертвое тело животного, то, что называется невела, там, скажем, падает, при определенных условиях, оно передает ритуальную нечистоту, но она не имеет отношения к назиру, да, назир – это только запрет получать ритуальную нечистоту, которая связана с мертвым телом человека, да, таков закон Торы. Можно, может быть, обсудить почему, может быть, мы дальше еще обсудим в связи с Шеншоном, но если говорить о самом законе, то у назира нету запрета получать другие виды ритуальной нечистоты, связанные, там, с обычной жизнью, вот, с его женой, скажем там, и так далее. У него нету этой проблемы. Проблема – это ритуальная нечистота, которая распространяет мертвое тело человека. Это для назира. Окей. Если нету вопросов, да, то мы с вами сегодня немножко пораньше закончим наш форум. Если кто-то хочет спросить, пожалуйста, да, если нет вопросов, да, то мы можем с вами сказать, что, как бы, мне кажется, что вот история Шеншона, как мы уже поговорили, как мы увидим дальше, она сама по себе вся история, как призыв бороться за национальную независимость, бороться против любого врага, который хочет нас лишить национальной независимости, и эта борьба, как мы видим, она совершенно неотделима от духовной борьбы, борьбы за высокие духовные идеалы. Вот это в связи с тем разговором, который у нас был в самом начале, мне как бы хочется подчеркнуть. Ну, и я надеюсь, что в следующий раз мы с вами продолжим, продолжим наше изучение книги Шахтин. Хорошо, всем хорошей недели. Я выключаю запись, хотелось бы еще понять, как это сделать. Сейчас я попробую. А, вот, скажем. Остановить.